Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели» в студии Дмитрий Большаков. Важен каждый голос. В Серпухове органы местного самоуправления завершают подготовку к выборам 18 сентября. Обсуждаем совместно. Идет работа над планом благоустройства дворов и ремонта дорог на будущий год. Капитальный ремонт на квартирных домов должен быть завершен к 1 ноября, по крайней мере, так обещают подрядчики. Честь имею. Первокурсники филиала ВАН Академии РВСН приняли присягу на верность Отечеству. Серпуховские вокалисты вернулись из лагеря «Орленок», успешно выступив на Всероссийском фестивале. 18 сентября в России пройдет единый день голосования. Серпуховичи старше 18 лет смогут самостоятельно отдать голос за достойных кандидатов в депутаты Государственной думы и Московской областной думы. Выборам предшествует большая подготовительная работа. О ней было доложено на оперативном совещании у главы города Дмитрия Жарикова. В состав одномандатного избирательного округа номер 126 по выборам в Государственную думу входят Кашира, Озеры, Протвино, Пущино, Серпухов, Ступино, Серпуховской и Чеховский районы. А в округ по выборам в областной парламент Серпухов, Чеховский район и три поселения Серпуховского района – Пролетарский, Васильевская, Калиновская. И центром обоих округов является Серпухов. Так что на территориальную избирательную комиссию возложена особая ответственность. Орган местного самоуправления тоже несет свое время подготовки и проведения выборов. В преддверии выборов надо было в зданиях, где размещены избирательные участки, осуществить организационно-технические мероприятия по их ремонту, обеспечению противопожарной безопасности, энергообеспеченности и их бесперебойному энергоснабжению, телефонизации. Кроме того, принимались меры по созданию необходимых условий для голосования лицам с ограниченными физическими возможностями. Также задача муниципалитета определить состояние подъездов, проходов, наличие наружного освещения, техническую крепленность. На участках выделяются помещения для хранения избирательной документации, в них должны быть сейфы. Заблаговременно выделяются и специальные места для размещения предвыборных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка. На территории городского округа Серпухов сформировано 58 участковых избирательных комиссий, в том числе два временных участка. Это следственный изолятор и лечебные учреждения. Все избирательные участки были проверены на предмет пожарной безопасности. Неполадки обнаружились на трёх из них. По итогам в МДЦ «Юность» была установлена стационарная пожарная сигнализация. Шахматом клубе Новорошилова системой противопожарной безопасности помещение оборуют в ближайшее время. На участке, расположенном в здании библиотеки на улице Химиков, сигнализация поставлена временная, работающая на автономном источнике энергии и невыводимая на общий пульт дежурного. Такое решение вопроса не устроило главу городского округа Дмитрия Жарикова. «Как может быть сигнализация пожарной временной? Есть ещё время, есть возможность смонтировать пожарную сигнализацию стационарную, чтобы она отвечала всем требованиям». Безопасность во время проведения предвыборной кампании и непосредственно самих выборов городская власть ставит во главу угла. На днях этот вопрос обсуждали на антитеррористической комиссии. «Я ещё раз обращаюсь к контролю надзорным органам, прошу обеспечить и общественный порядок на территории города, и в рамках подготовки к проведению выборов, и в день голосования, и, конечно же, в период подсчёта результат выборов». По словам заместителя главы администрации Владимира Батукова, на 1 июля 2016 года в Серпухове зарегистрировано более 106 тысяч избирателей, а 992 серпуховича придут на избирательные участки впервые. Также он отметил, что голосование вне помещения избирательной комиссии проводится только в день голосования и только на основании письменного заявления или устного обращения. Заявление может быть подано в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее, чем за 6 часов до окончания времени голосования, то есть до 14 часов. «Хочу обратиться также к руководителям промышленных предприятий, к руководителям учреждений, всех форм собственности, чтобы они, во-первых, провели разъяснительную работу в своих коллективах, довели до своих работников информацию о том, что 18 сентября состоится выбор в Государственном Дому депутатов, выборы депутатов в Мособлдому. И прошу всех избирателей найти время в воскресенье, 18 сентября, прийти на участки и проголосовать. От голоса каждого будут зависеть результаты выборов». В 2016 году по плану Серпухови должны капитально отремонтировать 20 кровель, 17 фасадов и заменить в 13 домах 25 лифтов. Все запланированные подрядчики обещают завершить к 1 ноября. На 10 квартирных домах, которые не успели отремонтировать в прошлом году, работы уже завершены. В перечень услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выполнение которых финансируется за счет средств, накапливаемых в фонде капитального ремонта, входит ремонт внутридомовых инженерных систем, электротепло-газоводоснабжения, водоотведения, ремонт или замена лифтового оборудования и лифтовых шахт, крыш подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, фасадов, фундаментов. Очередность проведения работы определяется на основании критериев, установленных правительством Московской области. При этом берутся в расчет год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома, дата последнего проведения капитального ремонта общего имущества, техническое состояние здания в целом и процент собираемости взносов на капитальный ремонт собственниками помещений. В 2015 году в планах администрации значился к ремонту 81 объект, 64 кровли, 11 фасадов, 14 лифтов. Часть из запланированного плавно перетекла на 2016 год, в основном по причине поздно проведенных конкурсов. Многие подрядчики просто не решились взять на себя обязательство приступать к ремонту в середине осени. Сегодня прошлогодние долги на стадии завершения. Это 10 домов, 9 кровель и 4 фасада. Произошла задержка лишь по адресу Советская, 47. Специалисты администрации пришли к выводу, что здесь требуют обследования балконной плиты. А вот замена внутренних инженерных сетей, возможно, не начнется и в этом году. Ясности в вопросе пока нет. В 2015 планы остались лишь планы по той простой причине, что фонд капремонта не нашел желающих принять участие в конкурсах. Что касается года текущего, то прогнозы на завершение работ вполне благоприятны. Работы по замене лифтов начнутся в самое ближайшее время. Задержка связана с тем, что конкурсы фонд капремонта смог провести лишь 1 августа. Было организовано пять конкурсных процедур, что дало возможность разбить лоты на меньший объем для обеспечения большей доступности. Среди основных критериев при отборе подрядчиков в этом году отмечена обязанность профессиональных участников быть членами саморегулируемой организации и иметь соответствующий допуск на монтаж и замену лифтового оборудования. Серпуха и подъемники будет менять подрядная организация «Лифтовое партнерство Подмосковья». Запланированные к замене лифты уже поступили. Прибытие четырех грузовых кабин ожидают на следующей неделе. Стоит отметить, что такая задержка абсолютно не страшна. Лифт не фасад и не кровля. Ремонтировать можно в любое время года. Первокурсники филиала Академии РВСН имени Петра Великого приняли присягу. В прославленный военный вуз поступили 736 человек. Обучаться им предстоит на пяти факультетах и в батальоне среднего профессионального образования. На плацу вместе с родными и близкими молодых воинов побывал и наш корреспондент. Главная задача военной академии РВСН имени Петра Великого в Серпухове подготовка специалистов к несению боевого дежурства. Здесь обучают профессионалов для ракетных войск стратегического назначения, воздушно-космических сил и военно-морского флота. Вся программа направлена на то, чтобы после окончания учёбы офицер-выпускник успешно сдал испытания на допуск к несению боевого дежурства, был допущен к самостоятельной работе и способен выполнять поставленную задачу в составе боевого расчёта пуска. Воспитанники филиала Академии стали основой офицерского корпуса стратегических сил СССР и Российской Федерации. Они в решающей мере способствовали достижению паритета по ракетно-ядерному оружию США, развитию передовых технологий, обеспечению ядерной безопасности, предотвращению экологических катастроф. Это ждёт и нынешних первокурсников, но потом. А пока – радостные лица родственников, мамы с гордостью вглядывающиеся в стройные шеренги на плацу, торжественные слова присяги. Поздравляю с принятием военной присяги. Служу Российской Федерации. Обучение здесь ведётся по нескольким уровням. Первый уровень – высшее военно-специальное образование. Курсанты филиала Академии за время обучения приобретают квалификацию инженера по одной из десяти специальностей подготовки военных кадров. Второй уровень – среднее профессиональное образование по трём военным специальностям. Третий уровень – подготовка научно-педагогических кадров в военной докторантурии, ватингтуре и путём.